Полчаса назад в Ростовской области завершилось заседание президиума госсовета, которое провел Владимир Путин. Тема промышленность российских регионов. Ростовчанам есть чем похвастаться в этой сфере. И сегодня президент убедился в этом лично. О главных итогах его поездки и важнейших заявлениях, которые прозвучали только что, репортаж Алексея Петрова. Легендарное предприятие. Оно появилось почти 90 лет назад, в 1929 году. Собственно, сейчас под крылом Россельмаша 13 предприятий в четырех странах. Но, конечно, сердце в Ростове-на-Дону. Вот, например, цех, где собирают тракторы. Он появился всего полтора года назад. А так выглядит обучающий симулятор зерноуборочного комбайна. Это макет кабины агромашины. Вместо лобового стекла — экран. Путин сел за место оператора комбайна и, следуя инструкциям представителя завода, завел виртуальную машину и приступил к уборке урожая. На предприятии сейчас выпускают почти 150 моделей сельхозтехники. В этом году начинается производство такой новинки. Модернизированный комбайн работает на 15% быстрее и эффективнее. Технику показывают главе государства. Дорогой? Ну, по сравнению с аналогами, доступнее в два раза, по сути. Ростельмаш занимает 17% мирового рынка. Контролирует более половины рынка зерноуборочной техники России. А ведь всего 10 лет назад предприятие было на грани. В декабре 2008 года Владимир Путин лично приехал на завод. Ставка 15%. Не менее 120 евро за один. Мы думали о том, что, может быть, придется столкнуться с необходимостью многотысячных увольнений. Ну, тогда Владимир Владимирович приехал, разобрался в ситуации, оказал меры поддержки. И вот мы уже много лет развиваемся и уверенно идем вперед. А летом 2009-го Путин снова приехал на Ростельмаш, который уже постепенно оживал. Все помнят, как непросто было 10 лет назад. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку, которую вы оказали. Здесь не только невозможно было проехать на машину, а идти было невозможно, потому что все было затоварено. Все было заставлено техникой, которой никто не помогал. Тревога была страшная. Тогда приняли много решений. Я помню, я был председателем правительства, меня за это критиковали сильно. Почему? Потому что это были не очень либеральные и не очень рыночные решения, в части, касавшиеся поддержки напрямую предприятия и области. Конечно, у бурно растущего предприятия много амбиций, но планы должны быть реалистичны, отмечает Путин. Можно нарисовать все, что угодно, но насколько это будет исполнимо, неизвестно. Если мы сможем зафиксировать вот эти макроэкономические показатели, которые сегодня добились, если мы все, и вы, в том числе, как производители, к этому все привыкнут, надо быть, к этому еще привыкнут, то тогда можно будет горизонт планирования расширить. Уже просьба, чтобы темпы финансирования возрастали. Нашу технику выбрать. Как вас зовут? Виктор Валентинович. Виктор Валентинович, надо взять вас на совещание, чтобы вы это еще раз сказали министру финансов. Хорошо. На заводе теперь много молодежи. Новое поколение рабочих интересуется у Владимира Путина. На какие меры поддержки сейчас можно рассчитывать? Вы женаты? Нет. Вот, я вам хочу дать хороший совет. Девушка у вас такие красивые. Первое. Второе. Вот вы как только женитесь, нужно сразу заводить ребёнка. Сразу будете получать поддержку за рождение первого ребенка. А если будет второй и третий, у вас сразу будет ставка по ипотечным кредитам не больше 60%. Потому что всё, что выше, будет оплачивать государство. А чуть раньше, прилетев в Ростов-на-Дону, Владимир Путин осмотрел новый аэропорт Платов. С борта номер один глава государства на обычном перронном автобусе переехал в терминал. Строить аэропорт начали 4 года назад. Терминал изначально проектировали с учётом предстоящего чемпионата мира и требований ФИФА. Стоик регистрации более 39 телетрапов и взлётно-посаточная полоса гораздо длиннее той, что была в старом аэропорту. Кроме того, внутри сразу чувствуется атмосфера юга России. Даже магазины, благодаря стилизованным крышам, напоминают традиционное казачье жилище. А это виртуальная экспозиция, посвящённая истории донского казачества. Проектируя новый терминал, архитекторы старались сделать его максимально светлым и просторным. Терминал хорош тем, что он очень свободный, там много воздуха. Внутреннее пространство полно светом, которое идёт с кровли. И в этом есть образ всей донской природы, степей. Новые аэропорты скоро появятся и в других городах, рассказывают главе государства. Вот проект нового комплекса в Саратове, его должны сдать в 2019-м. Вот перспективные аэропорты Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгуэ. За последние годы в стране были построены и другие, менее крупные аэропорты. На Дальнем Востоке, на острове Итуруб, и в Талакане, и на севере, в Собете и Баваненкове. Но именно Платов первый международный аэропорт в городе-миллионнике, построенный с нуля. До юга России добраться теперь гораздо проще и удобнее. Сочинский аэропорт заметно изменился. Сооружена железная дорога в обход Украины. Автомобилисты тоже оценили трассу М4 после капитальной реконструкции. По этой дороге наверняка поедут и многие болельщики на чемпионат мира по футболу. Глава государства с вертолета осмотрел спортивный кластер Ростова-на-Дону. Его ядро – стадион Ростов-Арена. Кроме того, прямо с Россельмаша президент вышел на связь с Ростовской АЭС. Торжественная церемония запуска четвертого энергоблока. Наша компетенция признана во всем мире. Мы продолжаем строительство не только внутри страны, но и за рубежом. В 12 странах мира возводим соответствующие объекты атомной энергетики. И будем продолжать эту работу дальше. Разрешите приступить к набору нагрузки, Владимир Владимирович? Разрешаю. Выполняется набор нагрузки в заданном режиме. Замечаний и отклонений нет. Поздравляю вас. Спасибо вам большое. Строительство станции началось еще в советские годы, но было заморожено в 1990-м. Возобновили только в первый президентский срок Владимира Путина. Сегодня АЭС – крупнейшее энергопредприятие Юга России, которое обеспечивает энергией Ростовскую, Волгоградскую области, Ставропольский и Краснодарский края, Крым. Все это позволяет развивать промышленность регионов. Тема, которой посвящено заседанию президиума Госсовета. Еще недавно отечественная промышленность теряла рынки один за другим. О том, чтобы соперничать с западными гигантами, даже речи не было. Сейчас картина меняется. Вот мы на Ростельмаша находимся сейчас. Совсем недавно еще не очень-то хотели покупать нашу техникум внутри страны. Сейчас в 37 стран он продает свою технику и комбайны, и тракторы. И будет, если так пойдет, через лет 5 минимум в 60 стран будет продавать. 41% работников имеют высшее образование в Ростельмаш. Причем многие из них работают по рабочей специальности. Конечно, предприятиям, особенно небольшим, нужна поддержка. Но чаще всего предприниматели просят только одного – не мешать. Бизнес будет развиваться, инвестировать в модернизацию и открытие новых производств только там, где ему идут навстречу. Не мешают, не создают барьеры, а формируют удобные, комфортные условия для работы. В том числе это касается современной социальной сферы, важной для сотрудников предприятий и членов их семей. Обращая внимание руководителей в регионах и на местах, нужно своевременно и оперативно решать ключевые вопросы промышленников. Еще одно поручение президента – рассматривать средства, направляемые на развитие экономики, как обязательные расходы регионов. Собственно, юг России, спасение Ростельмаша, новые дороги и аэропорты – яркий пример того, как огромная часть страны изменилась буквально на глазах. Алексей Петров, Владимир Озеров, Олег Макаров, Вероника Богма и Олег Шавырин. Вести. Ростов-на-Дону.